Время говорить Ну а теперь во всем подробнее Сегодня, 28 апреля, это Всемирный день охраны труда Впервые этот день отметили чуть более 10 лет назад, в 2003 году Однако предшественником Всемирного дня охраны труда считается день памяти погибших работников Впервые проведенные американскими и канадскими рабочими в 1989 году В отличие от 1 мая, Всемирный день охраны труда не призывает к пролетарской солидарности трудящихся А по улицам не ходят радостные демонстранты Главная цель праздника – привлечь внимание мировой общественности к нерешенным проблемам охраны труда Что символично, сегодня в Рязани прошла ярмарка вакансий для молодых специалистов Которым как раз и предстоит улучшать условия труда Ярмарка вакансий проводилась для ребят от 14 до 18 лет Накануне майских праздников и наступающих летних каникул Ребята постарше пытаются найти себе постоянную работу А подростки – временную подработку Мы ищем работу, чтобы сейчас работать Потому что летом разъезжаемся, чтобы гибкий график был Чтобы школу пропускать не нужно было У кого еще секции какие-нибудь и тому подобное Ну вот сейчас нашли себе что-нибудь уже или нет? Ну да, нашли Ну а конкретно что нашли? Ну листовки будем раздавать Впрочем, на ярмарке представили открытые вакансии около 20 работодателей Представляющие основные отрасли народного хозяйства города Это промышленные предприятия, транспортные операторы связи, риэлторские агентства и даже банки Всего для молодежи предложено около 700 вакансий Рабочие профессии весьма востребованы Молодежь идет, да, вот уже несколько человек пришли Как бы уже договорились на собеседование с ними Подойдут, побеседуем То есть хотели работать Ну у нас больше рабочих специальностей Продавцы, пекаря, дозировщики Ну диапазон в принципе большой То есть от 15 до 25 тысяч могут зарабатывать Ну новые кадры требуются Но в основном получается то, что у нас это с бывшим образованием или со специальным образованием У нас большинство мужские специальности, чем женские Женские, которые требуются В основном девочки еще не обучены То есть им еще учиться и учиться У нас в данный момент очень много вакансий открыто Более 20 штук То есть у нас и шлифовщики, и лаборанты измерительных приборов И кладовщики, и библиотекари То есть у нас очень много На ярмарке вакансий работали и специалисты регионального центра занятости Они консультировали молодых соискателей по юридическим вопросам А психологи давали практические советы о том Как правильно составить резюме и пройти собеседование Что немаловажно, на таких мероприятиях действует система профориентации Ребята могут заполнить анкету, пройти тест И специалисты центра занятости подберут им наиболее пригодную для их характера И полученных навыков профессию Однако в силу нехватки опыта Молодые работники вряд ли могут рассчитывать на высокую заработную плату Будем говорить о том, что квалификация молодежи немного ниже, чем спецов Поэтому будет зарплата маленькая А так, выполнение работы в пределах трудового законодательства То есть это различные уборки территории Вот сейчас, к 70-летию, мы организовываем вместе с работодателями работы По ремонту, восстановлению памятников, уборке территории Также здесь на ярмарке вакансии представлены крупные промышленные организации, банки То есть молодежь может себе найти работу в различных сферах Заработная плата по профессиям, заявленным крупными работодателями города Рязани Составляет от 8 до 35 тысяч рублей Разброс, конечно, весьма большой Но, скорее всего, молодым специалистам, особенно в современных кризисных экономических условиях Придется довольствоваться именно нижним уровнем сложившейся на рынке труда зарплаты Впрочем, об эффективности проводимых ярмарок свидетельствуют цифры Около трети обратившихся находят работу в первый же месяц Ярмарка вакансий прошла в канун праздника весны и труда А вот сейчас, в преддверии самого главного народного праздника 70-й годовщины Победы В Великой Отечественной войне Повсеместно чествуют фронтовиков и тружеников тыла Сегодня для ветеранов фронтовую поляну организовали работники военного госпиталя Располагающимся в больнице Симашко История России знала немало войн Самая страшная, кровопролитная, самая определяющая для судеб мира Война 1941-1945 годов Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия Но и мощь русского духа Это победа, определяющая веха в истории нашей страны И в день Победы 9 мая мы вспоминаем с благодарностью всех павших и выстоявших в Великой Отечественной войне В этом году по всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы Одним из них стала акция «Фронтовая поляна» Встреча рязанских ветеранов прошла в военном госпитале Здесь собрались участники Великой Отечественной войны Друженики тыла, дети войны и все те, кто рисковал здоровьем во имя Победы Кто не понаслышке знает о тяготах военного времени И кто до сих пор, несмотря ни на что, в строю Вы дали нам жизнь, вы дали нам свободу, вы дали нам учиться, вы дали нам полностью объехать весь мир Мы познали все благодаря вам, мы познали и труд, и бедность, и победу Победа ваша была, истинная победа, такой победы никогда ни у кого не было и никогда не повторится Акция «Фронтовая поляна» для собравшихся ветеранов Это не только возможность вспомнить о лихих временах за праздничным столом Послушать песни военных лет и, как в былые времена, закрушить боевую подругу в вихре вальса Это еще и возможность пообщаться с однополчанами, их детьми и даже внуками Поделиться насущными проблемами, рассказать о житейских радостях Помню, как в памятный вечер падал платочек твой сберечь Как провожала и обещала синий платочек сберечь Весенним солнечным днем 9 мая 1945 года Усталый, но счастливый солдат великой страны Вытер с лица пороховой угарь последнего, самого трудного боя Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины Радостной вестью прозвучало долгожданное слово «Победа» С того памятного мая минуло вот уже 70 лет Выросли новые поколения, для которых Великая Отечественная война – далекая история Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну Не должны позволить нам забыть эту героическую трагическую страницу летописи нашего государства А в другом лечебном учреждении в областной клинической больнице, что в Канищеве Состоялась межрегиональная конференция врачей-онкологов Хирурги и урологи из разных регионов России не в первый раз уже собираются в нашем городе Чтобы обменяться опытом по проблеме выявления и лечения рака предстательной железы На базе Рязанской областной клинической больницы состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция Посвященная хирургическим технологиям в лечении локализованного рака предстательной железы Конференция проходит в формате мастер-класса Заболеваемость в мире онкологическими заболеваниями растет И это неостановимый процесс, это процесс старения населения Наш вопрос и поручение в том числе президента и министра здравоохранения Это снизить смертность Снижение смертности это раннее выявление Что мы будем сегодня говорить о диагностике На конференции в режиме онлайн транслировались операции По выявлению и удалению опухолей предстательной железы Как открытым, так и видеоэндоскопическим доступами Нужно отметить, что эта конференция идет в живой хирургии В живой хирургии специалисты приезжают из других регионов Центральных либо не центральных Но все равно специалисты своего дела и показывают, обмениваются опытом Возникает естественный вопрос Возникают вопросы о приемах хирургических и так далее Это невозможно передать на словах Вот когда это видят, начинается дискуссия в зале Вот идет, например, смотрите, как интересно Идет по теме лекция В то время идет операция Это всегда привлекает очень внимание Подобная конференция проходит уже не в первый раз Нынешнее мероприятие является продолжением Проведенной на базе ОКБ конференции в сентябре прошлого года Лучшие специалисты-онкологи собрались с целью выявления и обсуждения Наиболее важных и актуальных в этой сфере вопросов В минувшие выходные состоялось открытие мотосезона 2015 Открытие ознаменовалось мотопробегом Причем, руководствуясь футбольным правилом о том, что матч состоится в любую погоду Спортсмены-мотоциклисты не собирались откладывать первый старт в долгий ящик Но и погода в выходные приятно порадовала любителей быстрой езды Так что мотопробег удался Любители двухколесного транспорта официально объявили об открытии мотосезона 2015 Церемония открытия прошла уже традиционно у стадиона ЦСКА 25 апреля И продолжилась мотопробегом Организатором мероприятия выступила компания «Твой скутер» В этом году мотопробег было решено посвятить 70-летию победы в Великой Отечественной войне У нас сегодня происходит мотопробег ежегодный, посвященный 70-й годовщине победы Великого российского, советского тогда народа над фашистской Германией Мы объединены одной патриотической целью и любовью к мотоциклам С каждым годом акция набирает все большую популярность, а количество ее участников растет Мы начинали где-то порядка 20 человек, нас было 30 Сейчас больше полусотни и к нам сейчас должны еще присоединиться с других районов Ни один уважающий себя гражданин и, что немаловажно, патриот своей страны Не оставит без внимания праздник Великой Победы Вот и участники мотоакции того же мнения Кто еще, как не они, своим примером покажут, как важны такие добрые традиции Мероприятия у нас семейные, там нас ждет еще мама с папой, бабушка с дедушкой На Лысой горе в Солочи, а здесь мы с сыном едем на мотоцикле И предлагаем всем точно так же участвовать в активном образе жизни, активном отдыхе И девиз нашей компании – обрети свободу движения, то есть двигайтесь и только вперед Такие мероприятия, они имеют вообще основополагающее значение для воспитания патриотического духа молодежи Которая нынче утрачивает этот патриотический дух Просто если люди увидят, молодые люди увидят, что у нас есть еще порох в пороховницах Они за нами потянутся, и тогда Россия будет цельной и крепкой Молодое поколение, его нужно воспитывать, и когда оно рядом, когда заинтересовано, когда в энергии, в движении Это притягивает и вместе начинаем уже что-то дальше делать план и строить какое-то будущее Будущее Маршрут пробега лежал через весь город Такое зрелище рязанцев приятно удивило Еще бы, не каждый день удается наблюдать такую необычную картину Ну а конечной точкой маршрута стала Лысая гора в поселке Солоча Там участники мотопробега смогли познакомиться друг с другом, пообщаться, посмотреть и почувствовать технику в движении Партнером мотопробега 2015 стала компания Ликвимоле В лице общества с ограниченной ответственностью Автоатлант Он выбрал победителей конкурсов «Лучшее мастерство вождения» и «Лучший тюнинг» А теперь о погоде В город пришло уже даже не весеннее, а летнее тепло Но синоптики, к сожалению, для многих горожан предупреждают, что это ненадолго К концу недели они прогнозируют ухудшение погоды и обильные осадки В погоде наконец-то появились признаки лета Кучевые облака, первые грозы и утренние туманы создают ощущение начала теплого полугодия А повышающийся день от дня температуру воздуха говорит сама за себя Весна пришла Жители нашего региона нынешний апрель теплом не баловал Средняя температура за первые 25 апрельских дней оказалась ниже положенной по климату в среднем на полградуса Но в последние пятидневки месяца тепло к нам вернется Поступление теплого воздуха в регион продолжится Завтра на территории Рязанской области сохранится малооблачная погода Ночью без осадков Днем временами небольшой кратковременный дождь и местами гроза Ветер днем также порывистый Температура воздуха по области ночью плюс 6, плюс 11 градусов В Рязани 8, 10 градусов тепла Днем по области 20, 25 В Рязани 21, 23 градуса тепла А вот последующие дни характер погоды изменится При прохождении атмосферного фронта 30 апреля уже ночью местами небольшие дожди ожидаются А днем временами и умеренные Также местами гроза, ветер порывистый Температура воздуха немного понизится Ночью еще будет тепло плюс 7, плюс 12 градусов по области В Рязани 8, 10 градусов тепла А вот днем 15, 20 градусов В Рязани 16, 18 1 мая также облачно с прояснениями Временами дождь, местами гроза Возможен град в отдельных районах И температура воздуха еще немного понизится Ночью всего лишь 3, 8 градусов тепла по области В Рязани 5, 7 градусов тепла И днем 14, 19, в Рязани 15, 17 градусов В общем, короткая рабочая неделя позволит прийти на легкие варианты одежды А тем, кто на первые майские выходные собирается за город Следует учитывать, что без кратковременных дождей праздничные дни не обойдутся Но это и хорошо, ведь тепло и влага необходимы для открытия дачного сезона На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу Ну а далее в эфире программа подробности Гостем в студии станет известный рязанский полярник Председатель регионального отделения Русского географического общества Михаил Малахов И речь в беседе пойдет о проходящих сейчас выставках, посвященных русскому северу А на сегодня с новостями это все И до встречи в эфире Уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания Напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии В том числе предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова